Физическая культура или физическая бескультурия в кабинете министров официально признали. Массовый спорт в Украине практически умер. А если и возрождается, то усилиями не государства, а отдельных энтузиастов. В селе Светанок, Переяслав-Хмельницкого района, за спасение спортивного движения взялся местный священник. Что из этого вышло? Сергей Ружицкий. Утром священник, вечером спортивный инструктор. Эту должность в селе давно сократили, но отец Николай занял ее на общественных началах. Священник не может смириться с исчезновением массового спорта в Светанке. Тела жителей Светанка универсальный батюшка врачуют в сельском клубе. По вечерам здесь собираются не только на танцы, но и на тренировки. Девушки играют в теннис, парни предпочитают штангу и турник. Отец Николай с ребятами заносит в зал новые блины к штанге. Их только что привезли из Переяслав-Хмельницкого. Купили за свои деньги. Заводской инвентарь в спортзале видят редко. Здесь почти все самодельное. Тотальное безденежное и неудержимая любовь к спорту выработало у жителей села спортивную фантазию. Вот это гантели, это коленвал от мотоцикла. Блины к штанге, кленовые пни. Такие утяжелители не предел фантазии спортсменов-любителей. В ходы идут даже изношенные автозапчасти. Все делали руками, потому что нет, откуда найти, купить, придбать. Нашли диск «Жигуля», диск «Колоса», вернее, «Запоростя». И дядька нам поварил, сразу словно себя покрасили. Работе такой необычной секции не нарадуются родители и учителя, ведь детям есть куда пойти после урока. Дети хоть занимаются не только на уроках физической культуры, но и в позаврочный час постоянно бегают до будинка культуры, для того, чтобы заниматься спортом. Если священник с детьми разом помогает им, это только плюс. Возвращаясь в стены храма, отец Николай молит Бога, чтобы в маленький святанок хоть когда-то наведались высокие чиновники и убедились, вдохнуть жизнь в умирающий массовый спорт еще можно. Было бы желание. Сергей Ружицкий, Юрий Романюк. Подробности телеканала «Интер» Киевская область.